МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А под руководством Михаила Девятьярова на лыжи встанет каждый. Лыжные гонки – самый массовый вид спорта в России. И неудивительно, ведь настоящий лыжник тренирует 98% мышц, не испытывая сильных нагрузок. Может каждый встать на лыжи, и это будет полезно для здоровья. Потому что если использовать, смотреть более экстремальные виды спорта, не каждый просто сможет себе это позволить. А лыжные гонки – это мягкая работа. На снег можно и прилечь полежать, и никакой ударной нагрузки нет. А пока одни осваивали лыжи и получали медали из рук чемпиона, другие спешили в гости к зимнему волшебнику. Ну, здравствуйте, девчоночки, здравствуйте. Ну что, узнали меня? Да. И кто же я такой? Девушка Мороз. Правильно, Дедушка Мороз, красный нос. Вопреки шуткам, Дед Мороз не на самоизоляции, а принимает девчонок и мальчишек в своей резиденции. Зимний волшебник может исполнять желания детей, а вот на пандемию повлиять не в силах. Поэтому и прием вынужден вести по современным правилам санитарной безопасности. Мы организовали здесь мою резиденцию, и я всех детишек принимал по одному. На каждого было выделено по 10 минут. Мы успевали и похохотать, и стишки дедушка послушал, и подарочки подарить успел. Так что все остались довольны. Вести прием в своей резиденции Дед Мороз будет до самого Нового года. Каждые выходные с 14 до 16 часов, и только по предварительной записи. А сюрпризы на Новый год обещают не только для детей, но и для взрослых. Мы приготовили массу мероприятий, и учитывая, что сейчас все-таки у нас условия пандемии, учитывая то, что у нас все-таки социальная дистанция и масочный режим, мы постарались сделать так, что большая часть программы, которую мы приготовили на новогодние рождественские праздники, будет проходить на воздухе. До Нового года чуть больше двух недель. Самое время создавать праздничное настроение и зажигать огни на елках. В этом непростом деле жителям Одинцовского округа помогли сказочные персонажи. И, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Раз, два, три, елочка, гори! Гори, пожалуйста! Ура! Новогодние огни отправились во все территориальные управления Одинцовского округа, чтобы и там зажечь праздничные елки. А вместе с ними и надежду на то, что следующий год обязательно будет счастливее, чем этот. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.